Для вязания нам понадобится пряжа, я взяла Alize Lana Gold Fine, мне нравится эта пряжа, пользуюсь давно, и взяла сороковой цвет, если кто-то хочет такого же нежно-голубого цвета, и у нее метраж 390 метров, мне как раз хватает полностью на весь шарфик. Понадобится сантиметр, три спицы одинакового диаметра, я взяла четверочку, и ножнички. Итак, начнем. Так как у меня шарфик шириной 10 сантиметров, я набрала 32 петельки. У нас очень сильно принцип казания похож на резинку 1х1. Но, для того, чтобы вам было понятнее, я провязала буквально пару сантиметров. Здесь, смотрите, вот как лицевая и изнаночная идет, видите? Но, вместо изнаночной мы будем снимать петли, не провязывая. Сейчас я вам покажу, как это мы будем делать. Так, вот у меня снялась уже первая петелечка. Вот. Набираете 32 петли и начинаете провязывать вместе с нами. Первая петелечка снимается. Вторая, о чем я говорила, у меня вот по узору идет изнаночная. Вам можно начинать с первого ряда, не провязывая лицевая изнаночная, просто вторую петелечку. Вы снимаете, но ниточка перед работой. То есть, вы вот сняли, нитка осталась перед работой. Лицевую провязываете лицевой. Снова нить перед работой снимаете, не понимаете, снимаете петелечку изнаночную. Снова лицевая, нить перед работой снимаете. Лицевая, нить перед работой снимаете. Обязательно обращайте внимание, у меня вот здесь петли лицевые смотрят в сторону. Поэтому вы, когда провязываете лицевую, провязываете за переднюю стеночку, чтобы ложилась петелечка очень красиво, ровной косичкой. Затем, смотрите, снова снимаете нить, перед работой провязываете, снимаете, провязываете. То есть у вас получается изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. Идет чередование петель, как в резинке 1х1. Снова снимаете, провязываете, снимаете, провязываете нить, обязательно следите перед тем, как снимаете, чтобы была перед работой. Лицевой провязываете нить, снимаете, провязываете, снимаете, провязываете, снимаете, провязываете. Обязательно последняя должна быть изнаночной, для того, чтобы у вас был красивый и ровный край. Первая петля обязательно снимается. Итак, продолжайте. Уже на этой стороне у вас изнаночный первая, то есть снимаете лицевые провязываете, снимаете лицевые провязываете, снимаете лицевые провязываете, снимаете лицевые провязываете. И так далее. Принцип узора очень довольно-таки плёдненький. И в итоге мы получаем очень красивое пышное изделие. Расход нити немножечко больше идет, чем просто быть целых изнаночных по этому компоненту рассчитывайте чтобы у вас было ниточек если это на взрослого человека то как минимум два-три моточка готовьте и будет очень все так переходит просто как в детском шарфите и соответственно набираете уже петель в ширину как бы больше ну то есть если здесь примерно 10 сантиметров стандартный шарфит у нас допустим сантиметров 15-20 то есть вот вы и в зависимости от расчета сколько петель у вас сантиметра набираете на широкий шарф и так провяжите от начала до начала рисуночка нашего который будет сава провяжите хотя бы сантиметра сейчас я вам скажу наглядно 3 сантиметра ну наверное 5 всего провяжите так как я вот уже 3 провязала с половиной то мне осталось буквально полтора сантиметра провяжите вот эти вот 5 сантиметров и мы с вами встретимся в следующем уроке для того чтобы я вам показала как вяжется наша сава чтобы я могла прошелede то вот так сказать дома дома self